Тысячи уроков в десятках школ Верхнего Лжи, но самое главное, крайне полезные знания по экологии. Всё это результат разъяснительной работы Тверь Спецавтохозяйства, которую региональный оператор проводит с учениками любого возраста, от самых младших до 11-классников. Уже не первый год Тверь Спецавтохозяйства реализует в нашей области программу раздельного сбора отходов. В данный момент она затронула 10 муниципалитетов. Важным моментом является разъяснительная работа, причём не только среди взрослых, но и среди детей. Идею бережливого отношения к природе надо закладывать со школы. Так и появился этот проект – уроки экологического просвещения. За два года мы побывали в более 60 образовательных учреждениях нашего региона. Это не только город Тверь, это муниципальное образование нашей области. Любая школа может к нам обратиться, мы обязательно примем заявку и приедем. У нас такая практика есть. Школа выходит иногда напрямую, без нашей инициативы. Мы отрабатываем, приезжаем и работаем с детьми. На этот раз Оксана Иванова проводит урок в Тверской средней школе номер 50. То, что экологическому воспитанию здесь уделяют пристальное внимание, понимаешь уже при входе. В тамбуре стоят контейнеры для раздельного сбора отходов, которые никогда не пустуют. В одном из классов оборудован экоуголок. Соответственно, лекции и акции на эту тематику здесь тоже не в диковинку. Акции по сбору макулатуры. Дети активно очень принимают участие. По сбору крышечек, если вы обратили внимание, внизу у нас в холле стоят контейнеры. По сбору батареек. Поэтому детки очень активно принимают участие. Они могут даже сами рассказать о проблемах, экологических проблемах. Повторение – мать учения. Поэтому, хотя школьников и встречают на входе разноцветные контейнеры, их уменьшенные копии снова присутствуют на уроке. Оксана еще раз напоминает ученикам, что надо складировать в каждой из них. И какие виды отходов вообще бывают. На площадках стоят контейнеры наши зеленые и синие. Прекрасно, там оранжевые у нас есть еще машины от Буковкица. Это все принадлежит нашему предприятию. Помимо того, в ходе экологического урока ученикам демонстрируются и другие информационные материалы. Они разработаны так, чтобы быть максимально понятными для детей данного возраста. Формат таких эко-уроков проводится для учеников начального и среднего звена. Для старшеклассников у нас разработан другой формат, когда мы разговариваем с ними про законодательство в сфере экологии. Всего за эти два года Тверь спецавтохозяйства провела такие уроки для более чем двух тысяч учеников Верхней Волжья. В какие-то образовательные учреждения приходят не по одному разу. Например, здесь Оксана Иванова выступает уже во второй раз. Учитывая, что каждый год в школу приходят новые ученики, то можно не сомневаться. Специалисты регионального оператора наверняка снова наведаются сюда.